Взял эту... Переходим к работе. Сколько? Ну, 36 минут. Вы меня простили, не всех включили компьютеры. Вот это вот современный сад. Так. Тот самый. 40 обработок. Почему нужно 40 обработок, потом ниже? Значит, здесь получается так. Есть наука. Это наука. Это пришло от науки в промышленность. Это освещено званием сельхоз... сельхоз... Минсельхоза. Приказано. Они не знают, что на севере в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Вся северная плана России. Этого делать нельзя. Вот. Может, до поры до времени. Сейчас идет потепление. Так. Но потепление, допустим, зима. Но мы же не знаем, что будет в апреле, в мае. А может, те же морозы, да? Вот. Смотрите, какие... Я с точки зрения экономии сейчас. Вот, допустим, вот за этим все это попадает куда? В сайты. Их уже тысячи, десятки тысяч. Мы уже проходили, помните, да? Один к одному. Передирает. Вот человек научил убивать там сколько-то. А скопировали еще столько же. А потом еще столько же. Вот уже миллионы. Вот. Вот перед вами инвалиды. Видите, да? У них здесь... Мы с вами занимаемся дальше учебой. Вот это вот место хорошо заросло. Это юг. По нашим меркам. Мы же россияне. Вот. А фактически нет рамки. Так. Прививка почка. Возможно, я пытаюсь их понять, что вот отсутствие веток вот здесь связано только с тем, что невозможно почву полностью перед... До последней, видите, до последней этой травинки все нет. Это значит, что? Это механическая обработка. Врочью этого не сделаешь. Ну, вот видно вдаль, гляньте, промышленный сад. Значит, давайте считать деньги. Значит, здесь уход за деревьями. Он подразумевает ежегодную обрезку. Тут, правда, надо обрезать. Здесь специальные шпалеры. Здесь бетонные столбы, чтобы всю эту конструкцию держать. Здесь капельный полив. Вот он, видите, следы капельного полива. Вот. Ну, они... К тому же они долговечны. Если бы вы почитали бы серьезную литературу, которая за этот способ и за нас семенное размножение, то есть подвоев и плюс прививка на семена. Вот. А именно это. Именно вот литература серьезная, очень серьезная, говорит, это даст 15 лет урожая. Ну, потом убирать. Это когда это... Здесь подвои, я напомню, они называются карлики. Они удобные. Дерево большое не растет. Удобно собирать плоды. Правда, когда они падают, вон, что-то я вижу упавшее, да, они портятся. Ну, видимо, их собирать много раньше. 40 обработок. Специально это. И все лето обработка, потому что трава-то продолжает расти, никуда не денешься. Вот. Или еще, возможно, есть способ уничтожения травы с помощью ядохимикатов. Но тогда не то, что их яблоки, как Катюкову, нельзя. Помните, я говорил, ГАМО детям даст, не даст. Уж эти яблоки вообще к ним подходить нельзя. Просто. Потому что, а вдруг, ребенок схватит да съест. Вот. И что получается? Не помню, чем я клоню. На этом дереве раз, два, три, четыре, пять. На этом раз, два, три. Это кажется красиво, да? А на деле-то раз, два, три, четыре, на этом пять. На том, то вообще какое-то, видите, на нем, оно не удалось. Вот это дерево. А я говорю, ну, я же внимательный, внимательный. Посмотрите. У него получился тонкий штамп. Так. Они сдуру сделали, почему-то, эту, очень длинный штамп. Так. Вот. И когда, еще раз, это учеба, ребята. Посмотрите на все мои глаза. Выше привили. Нет, не так. Выше сделали штамп. Так. И у него, он пошел отсюда. А эти, вот эти веточки, вот эти вот, они более неполноценны, чем эти. Вот, посмотрите. Сорт один и тот же, допустим. Ну, если допускаю ошибку, видите, мелочевка. Ну, случайно, другой сорт попался. Вот и форма крона другая. Или, что бывает, если бы еще вот так вот, тут бы обрезали, ну, то есть, вот эти ветки обрезали. А если такие спецы, что учат, тогда получается вверх лезут ветки оставшиеся, верхушечные. И они еще меньше. То есть, менее качественные. И дают вот такие плоды. Вот видите, какие они плодики. Вот. Теперь, себестоимость какая? Вот это вот, не стоит ни трактор купить, ни вот это, шланги купить, ни настроить систему. А это еще насосы. Да. А это еще целая эта самая стена из всего. Видите, проволоки, все. Короче, вот нам это с вами не касается. На юге этот номер проходит. Они обрастают хорошо. До пятна все лет, правда, могут подоносить. Плоды достаточно крупные. Почему крупные плоды? Благодаря подвоям. Вот, поверьте, благодаря подвоям. Потому что, получается как? Карлик, плодов мало. Сильнейшая обрезка. И яблоки не мельчают. Оставь его в покое, будет вот такой вот. Но много. В общем, рассмотрели мы способ такой. Но студент, гражданин Фольков, должен прийти с УЗа и иметь об этом представление. Вот это все однажды рухнет. Представляем себе ураганный ветер. А я уверен, что такое. А вы их видите по телевизору каждый год. Несколько областей захватывает. Вспоминайте, крыши летают по небу, щиты эти рекламные летают по небу, машины раздавлены огромными деревьями, люди покалечены. А вот это все, оно настолько, вот вы почувствуете, что сейчас ветер 10-20 метров в секунду. Я себе портрис. Что будет? А? Потом вы будете собирать упавшие побитые яблоки, а ураган сопрождается дождем, не в курсе, те, кто это придумал. Это все не для нас, не для людей. Это рекламный снимок, он не для людей. Я веду нормальных людей. И не для садоводов тем более. Вот. Смотрим сюда. Остров. В 2005-м, я это не для того, чтобы там поплакаться. Факт. В 2005-й год у меня из полутора тысяч яблонь сад уничтожен пожаром. Искусственным, специальным пожаром. Вот. А в центре, там, где может, чуть-чуть травы была поменьше, несколько деревьев сохранилось. Вот так они выглядели. Это 2005-м. Покладуло сирианей до этого. И в 2000-м году, нет, в 2000-м году была страшная зима. Долго за 40. Ладно. 2001-й год, 2002-й, 2003-й, 2004-й, 2005-й. После пожара 2006-й, 2007-й. Следующий пожар, который кончается, 2008-й. Посмотрите на качество яблок. Давайте так. 40 этих опрыска ядохимикатами. Видите там березка, вон она. Вот тут березка. Где-то еще я хотел показать. А тут не видно. А вон, вон видно слегка. Че это? Голое дерево после пожара. Ну, в смысле, что сухое. Вот. Смотрите на качество плодов. Оно настолько хорошо. Оно, видели, вспоминайте, ребята, вот этот снимок, на сколько в сайтах вы видели, а? А ведь, а вот там, чтобы не было голосов, видите, вот мертвое дерево. Это после пожара. Это 2007-й год. Пожар был в 2005-м. Без всякого ухода. Без... Я почему специально сравнил, выбрал вот этот рекламный снимок. Слава науке. Слава, слава, слава. Вот. А вот это вот, заброшенный сад. Мой. Это остров. Посмотрите, качество яблок. Посмотрите, качество яблок. Ни одной обработки. И никто к нему не подходил. Качество яблок. Ещё не всё. А вот это, с этих же деревьев, и, наконец, хоть что-то я продавал. Вот. И продал я их на 60 тысяч рублей. В 2007-м году. Почему? Потому что я продавал, и мне оставляли расписки, вот те, кто это, эти самые, у меня ещё был этот, штамп или как он, печать была, фермерское хозяйство, дружба Шушенского района, чтобы людей не тормозили, менты, вот, я им давал справку. А они мне за это расписку. Вот. Что я им продал, они купили. Вот эти вот. Вот. На 60 тысяч я всё-таки вернул денег. Это так. Ну, врезалась память. Хотя я потерял миллионы. Ладно. И так, ни одной обработки. Дошло до того, что это стало знаменем яблоневого этого самого, как сказать, культуры. Сайты украли эту фотографию. Вот. Единственное, кто меня признаёт, только мошенники. Пойдём дальше. Вот. Вот это вот, помните, я перечислял последний пункт. Вот. Когда пропагандируют колорийные яблоки, а им пропагандируют сотни сайтов и интернет-магазинов. Сотни. Наберите яблоки колонавидные. Ну, задние груши, абрикосы, сливые персики. Всё колонавидные. И вы увидите, вообще, этого каналия. Вся сторона покрыта ложью, коростой, как это, дерьмом, грязью. И вот, когда они, варианта два, первая торговка хватает, они вот так и размещают. Вторая вырезает. Вспоминаем? Ну, вот так. Отрезают этот кусок. Компиточку, это пару минут, может секунд. Вот так вот. Всё. Давайте смотрим на второй план. Ведь это же не просто. Это рекламный снимак. Смотрим на что дерево. Вот я вам ещё потом буду показывать, показывать, показывать. Может быть, даже Фольков меня это смотрит. Потому что это всё болезнь поразило всё общество. Вот. В том числе и будущих. Те, кто... Ведь это же всё в институтах и происходит ещё. Только уже не в учебных, а в этих. Самых, в новостейсерских, НИИ и прочих государствах. Вот это вот нахрена, человек, который уже в битом башку, он не ведёт, что творит, он отрезает примерно 20 веток. Или веточек, или плодок. Она уже отсюда должна была плодоносить. Вот отсюда. Они не могут бить там. У них это в битом башку. Понимаете? Вот как если, допустим, человеку взять, отрубить руки, второе поколение, извините за круглый пример, тысячу лет, а потом родится ребёнок в 2000-3000 году, а ему сразу рубят руки, когда он не спросил, зачем они родны. Ноги есть, знаете, на ножных пальцах, многие могут даже на компьютере, на баллайке играть могут, ногами. Вот отрезают всё, даже не задумываясь, зачем они это делают. Здесь-то зачем? Я специально показываю, что здесь была, допустим, взросшая там, травой, они её тяпают каждый год. Вот уже урожай, вот уже осень. Видно, что держат под чёрным паром. Но опасится, как видите, без трактора. Это она. Вот это просто, чтобы в первый раз сказать. Потому что уже это, вы уже помните, это самое, Игорь Железов, брат мой двоюродный. Вот подсказывай, ведь ты же там пытался за меня где-то выступить, на каком-то этом. Тут за грязью, у кого-то вот, действительно, людям даже в голову не приходится, что я могу быть прав, что вот здесь должны были полотносить дерево отсюда. Здесь-то это, никому не мешали. А теперь смотрим, сколько там яблок, ну-ка, я теперь про эффективность, про себе стоимость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Может, еще два, я не вижу, ну, восемь. А вот там оно, а вот там еще одно. Это на грязь сад, а вот там еще два. А с чем начиналось, науки? Ну, не выдержал, для сравнения. Зарощенный сад. К этому дереву, эта колонна, колонна привитая мной на это, на Сибирку. Но, ее можно назвать полукарликом. Почему? Корневой отводок, центрального корня не имеет, имеет сдержанный рост. И все на них колонны пошли. Я не говорю, что это, вот тот, кто внедрял вот это, они нам помещали, что вся страна будет завалена яблоками. Хоть один из вас, если бы даже меня миллион слушало, хоть один из этого миллиона, хоть один раз на рынке, в магазине, в этом, в лотке, где угодно, у соседей, увидел бы колонновидные яблоки, продажи. А ведь обещали как? Садим с густотой помидор. Так? Умножаем, оно дает там где-то, ну, среднее ведро. А их там тысячи на гектаре. Умножают в центре, в тонны. Сумасшедший урожай. Вот. И это, я ведь, знаете, к кому сегодня обращаюсь? К этому Валерию Фолькову. Я тогда, к Михаилу Михайловичу, оказывается, его сняли. Я не вижу никаких достижений. Потому что где-то, когда-то это все должно было быть. Какое-то расширенное здание Академии. Все это должно было быть, пусть не мною озвучено. Хоть кто-то понял бы, что творится в стране. А вот это, это и то я считаю, что колонавидные яблони достаточно в разностройке для Сибири. Ну, до средней полосы еще можно. На юге идет. Вот еще одна. Сказать рекордного урожая? Да, и так. Для меня это карлик. Потому что, если бы я выращивал на этим, на, как они называются, на карликовых подвоях, он был в три раза ниже. Вот столько бы давал, вот столько. Ну и дроби. Ну, я по крайней мере, это у меня рекорд-то пять ведер. Снимало телевидение.